Шанс на жизнь. У школьницы Ани Абрамовой тяжелый порог сердца. В своем юном возрасте она перенесла уже больше десятка операций. И сейчас требуется еще одна стоимостью 8 миллионов рублей. Подробности расскажет Екатерина Широких. Солнышко, давай покорми уточек. Смотри вон сколько. Десятилетняя Аня Абрамова на прогулке с мамой. С виду обычная девочка. Жизнерадостная, любопытная, с большими планами на жизнь. Кем хочешь стать, когда вырастешь? В школе Аня учит английский и китайский. Дома рисует и пишет рассказы об игрушках животных. Сбудутся ли мечты девочки, решит операция на сердце. У нее тяжелый комплексный порог. Патологию органа обнаружили на УЗИ еще во время беременности мамы. Наверное, раньше ты смотрел такое, как будто в фильмах, да, когда там меняются картинки, они становятся черно-белыми. И тут это проживаешь сам. Действительно, когда ты уже должен встать, идти и радоваться, ты слышишь тишину и вздохи врача. И это, конечно же, тяжело вспоминать. Скрининг показал отклонение оси сердца плода. Точный диагноз возможно было поставить лишь после родов. Но врачи предупреждали, шансы на выживание ребенка крайне малы. Для семьи малыш долгожданный, поэтому руки опускать не стали. Мама поехала рожать в Германию. Там доктора согласились помочь. Вот у Анечки такой порог, где отсутствует этот легочной ствол и легочные сосуды. И хирургам уже на 11 день они его сделали искусственным. Сделали искусственным и создали вот эти сосудики легочные тоже искусственные. И вот задача врачей сделать все возможное, чтобы в легкие как можно больше попадало крови. Патология из-за генетического сбоя. Девочка перенесла уже три операции на открытом сердце и больше 15 малоинвазивных вмешательств. Сейчас пора менять протезы и расширять сосуды, ведь ребенок растет. Сатурация, кислородное насыщение у Анюты сейчас держится в районе 80. Но вот взрослый человек с такой сатурацией будет плашмя лежать. Он не сможет, да, вообще ничего делать. Стоимость операции в немецкой университетской клинике Бонн около 8 миллионов рублей. Сумма для семьи неподъемная. Сборы пожертвований организовал благотворительный фонд «Завтра будет». Без нашей помощи Анины мечты сбыться не смогут. Поэтому мы, Аня уже помогала вся страна. И сейчас мы просим жителей нашего города, города, в котором Аня живет, откуда она родом, помочь ей. Для того, чтобы показать, что мы тоже силой, мы тоже можем спасти жизнь ребенка. Немецкие врачи ждут Аню Абрамову в октябре. Контакты благотворительного фонда указаны на экране. Екатерина Широких, Валерий Павлов, Новости ОТС.